Золотым стандартом лечения зубов с глубоким кариесом являются различные прокладочные материалы, в состав которых входит гидроокись кальция. Это золотой стандарт, но у него, как у любого метода, есть свои плюсы, есть свои минусы. Одним главным минусом золотого стандарта лечения зубов с глубоким кариесом это слабоадгезия, прилипаемость материала к прогладке гидроокись кальция. Если материал плохо прилип, значит пломбу служить долго не будет. Значит у нас могут быть различного рода осложнения. Поэтому стоматологический мир когда-то задумался о том, что нужно выпустить материал, который будет в себе содержать все плюсы, которые нужны для стоматолога. Такой материал появился. Он называется биодентин. Я в него влюблена. За время, которое я работаю с биодентином, у меня только были положительные результаты. Материал биодентин позволяет мне, как детскому стоматологу, как можно бережнее относиться тканям зуба ребенка и как можно чаще оставлять зубы у ребенка живыми, не применяя методы глубокой пульпотомии и пломбировки корневых каналов. Мы оставляем зуб у ребенка живым и это позволяет этому зубу для ребенка служить очень долго. Потому что живой зуб он всегда лучше, чем зуб, который мертвый. Это уже давно заказано. А в детском стоматологии мы всегда применяем отравматическое пломбирование. При обработке кориозной полости у детей я стараюсь как можно больше оставить своих тканей. Потому что если зуб мы сохраним в больших тканях, он дольше нам и прослужит. И в этом плане помогает прекрасно биодентин. У него есть свои противопоказания, есть свои показания. Показания для лечения биодентина это глубокий кариес, это прямое и непрямое покрытие пульпы и это восстановление зубо-жевательной коронки. Минусы у него, как пишут производители, что просто бывает аллергическая реакция на компоненты этого материала. Но я за свою практику и общение с ним более 7 лет, я такого не встречала. О плюсах биодентина я хочу сказать, что он не обладает запахом. Потому что раньше, в былые времена, все материалы, которые применялись в стоматологии у детей, они обладали острым специфическим запахом. Потому что, ну, были разработаны такие методики и применяли их. А биодентин не обладает запахом. И когда ты работаешь с ребенком, это важно, чтобы он не нюхал какой-то острый запах, он не нюхал какой-то противный запах. Ему и так некомфортно, когда он лечится, потому что у него во рту стоит или ваточка, или мои руки находятся, или инструмент. И все это позволяет очень быстро поставить пломбу, чтобы ребенка не обидеть и отправить домой с живым зубом. Вот так выглядит упаковка. В ней содержится одноразовая капсула. Туда входит кальций-целикатный цемент. И вот тут у нас есть капсулы с жидким хлористым кальцием. Мы смешиваем жидкость в той пропорции, которую пишет производитель, в капсулу, смешиваем и получаем материал бледно-желтого цвета, пластичный, который мы можем легко внести в полость зуба и который нам поможет сохранить зуб живым. Я бы поднесла биодентин, по моему мнению, как практикующего врача, все-таки к золотому стандарту. И этот метод хорош, и этот метод хорош. Но у биодентина все-таки есть преимущество в том, что мы оставляем живым зуб. И после другого лечения, которое тоже находится в стандарте лечения молочных временных зубов, прогнозируемый результат все-таки, на моем опыте, меньше. Я бы так сказала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова